Жанна пишет, не люблю отца, не знаю, что с этим делать. Живем в однокомнатной квартире с родителями, поэтому даже уйти в другую комнату некуда. Он-то меня любит, а я такая сполочь. Что с этим делать не знаю. Когда была младше, 7-8 лет, было лучше. Чем старше, тем хуже. Мне 16, но в церковле не думала об этом. Теперь понимаю, что очень нехорошо. Помогите советам. Ну что ж, очень хорошо, что вы поняли, что это нехорошо. Папа вас любит, к тому же, это еще хорошо, еще лучше. Трудно, что вы живете в однокомнатной квартире, вам спрятаться некуда. Это трудно, это действительно испытание. Ну что ж, напишите себе вот так вот где-то здесь на запястье, не на руке, потому что все увидят. Чти отца и матери твою, и благо тебе будет долголетен, будешь на земле. Напишите себе карандашом или ручкой или фломастером. И как только у вас там закипит что-нибудь на папу, почитали заповедь, напомнили себе. Вам будет хорошо. Вы же наверняка хотите, чтобы вам было хорошо на земле, чтобы вы и были успешны в работе, и получили хорошее образование, и мужа нашли хорошего, и потом создали свою семью, и жили в хорошем доме, в котором будет чуть-чуть больше квартир, чем одна. Вот все это вам Господь даст, если вы будете чтить отца своего и матери, тогда вы будете долголетны и успешны, и благополучны на земле. Ради своего будущего счастья заставляйте себя исполнять заповедь. Не смейте хамить отцу, не смейте плохо о нем говорить другим, подругам, например, или кому-то еще. Не смейте насмехаться над ним, если он, он же будет стареть, чем дальше, тем больше. Вы будете молодеть, расцветать, он будет стареть. Не смейте насмехаться над его какими-то ошибками, сделанными по старости, по возрасту. Если он заболеет, заставляйте себя принимать эти знаки отеческой любви и не отталкивайте руку, которая хочет вас погладить по голове. В общем, заставляйте себя быть настоящей дочерью. Напоминайте себе заповедь, написанную на руки фломастеру. Чти отца и Матери Твою. Это пятое заповедь закона Божьего, она очень важная. Это связующее звено между заповедями по отношению к Богу и заповедями по отношению к человеку. Она посередине. Если вы ее исполните, Господь наградит вас своим благословением и уделит вам нужную меру земного счастья. А если вы ее не исполните, вы будете несчастливы всю жизнь, потому что Бог не любит тех, кто не любит своих родителей. Жанна. Субтитры подогнал «Симон»